Здравствуйте дорогие огородники! Сейчас уже вовсю идет рассадный период У многих рассады уже достаточно взрослые Некоторые в принципе еще правда собираются только сеять Я в том числе Тем не менее выращиваю все равно для раннего урожая небольшое количество рассады И мы с вами все прекрасно знаем Чтобы получить именно качественную рассаду Она должна иметь очень хорошую корневую систему Вот сегодня как раз я хочу немного поговорить о том Какие приемы могут нам помочь в развитии корневой системы И вообще какие условия надо создавать Чтобы корневая система у нас хорошо развивалась А корневая система это конечно залог уже будущего урожая То есть и залог быстрой переживаемости рассады И дальнейшего ее развития И конечно разумеется получение именно раннего и хорошего урожая Так вот начнем с того Что разумеется развитие корневой системы Очень сильно зависит от того в каких грунтах у нас растет рассад Если мы выращиваем рассаду в очень тяжелых грунтах Берем например грунт просто у себя где-то с грядки А там он достаточно например тяжелый Мы его никак не разрыхлили Не добавили никаких разрыхлителей Так вот конечно в таком тяжелом грунте Что бы мы ни делали Корневая система будет развиваться намного хуже Если мы будем выращивать рассаду В грунтах более легких, более структурированных Куда хорошо проникает воздух Где корневая система на своем пути не встречает застойных вод каких-то Не встречает вот именно глины И разумеется она в таком грунте будет развиваться намного лучше Соответственно и в дальнейшем и такая рассада будет расти тоже лучше То есть грунты очень имеют важные значения Что еще у нас может помочь для развития корневой системы Кроме грунтов Понятно что сейчас уже грунты мы обычно все готовим неплохие Еще такой в принципе достаточно важный элемент Для роста корневой системы Это конечно свет Мы прекрасно понимаем что у нас существует взаимосвязь Между верхней частью растения То есть зеленой, листьями и корнями Если у нас не будет происходить очень хорошего фотосинтеза сверху То у нас не будут поступать продукты этого фотосинтеза в корни И корневая система тоже развиваться не будет То есть по простому можно сказать Что корневая система при плохом освещении развивается намного хуже Чем корневая система при хорошем освещении То есть это тоже надо всегда учитывать Еще один момент который может помочь развитию корневой системы Достаточно простой прием Который я очень часто применяю когда выращиваю рассаду Это так называемое подсушивание грунта Что оно из себя значит То есть мы например делаем полив нашей емкости с рассадой И ее не поливаем до тех пор Пока у нас не начинаются признаки первого увядания рассады Мы буквально начинаем замечать что у нас листочки начинают увядать Конечно этот прием достаточно рискованный То есть нужно следить Потому что нужно поймать именно момент Вот именно первого увядания Нельзя допускать чтобы у нас рассада увядала очень сильно Прямо очень сильно Тогда уже может начаться отмирание клеток в листьях растений То есть листочки как бы могут даже начинать подсыхать Отмирать клеточки у нас Потому что там не будет вот именно достаточно количества влаги Но когда мы видим что идет вот первое увядание Это значит что нашей рассаде взять воды больше негде Вот в этот момент мы делаем уже второй полив Почему при этом у нас очень хорошо развивается корневая система Да все очень просто Она просто ищет влагу В любой точке нашей емкости Поэтому корни прорастают до самого дна Они заполняют каждый уголок нашей емкости Для того чтобы найти влагу Это достаточно простой прием Но повторюсь что он достаточно рискованный И вот именно нужно всегда вот соблюдать этот момент Нужно этот момент выбрать каким образом Надо не допустить чтобы слишком сильно увяло Но и не полить рассаду раньше срока То есть мы можем предположить что вот вроде бы Что то похоже на то что рассаду увядать На самом деле влаги еще может быть очень много Хотя вот верх горшка Мы можем вот так потрогать О дон сухой Все тут все сухая земля Давай поливать да А на самом деле внизу у нас влаги может быть предостаточно И в принципе корням есть куда расти И где брать влагу Поэтому вот именно надо дождаться первого увядания Еще конечно что нам может помочь для развития корневой системы Это конечно правильные подкормки Мы прекрасно понимаем что корневой системе Помогает расти такой элемент как фосфор Поэтому на первом этапе когда мы выращиваем рассаду Особенно еще пока растения молодые У нас подкормки обычно мы должны применять С достаточно большим содержанием фосфора Лучше все равно это делать комплексными удобрениями Не чисто фосфорным удобрением А комплексным Лучше конечно приобретать какие-то жидкие подкормки Их проще разводить Применять конечно надо обязательно по любому по инструкции Но мы всегда должны посмотреть Чтобы содержание фосфора должно там быть достаточно большим Еще что может помочь развитию корневой системы Это конечно стимуляторы корнеобразования Их также достаточно много сейчас можно найти в магазине От простого корневина до уже импортных Достаточно дорогих всяких стимуляторов Есть стимуляторы достаточно простые В виде регуляторов роста То есть не порошочек или небольшая там жидкость Вот именно химические Есть стимуляторы роста конечно Которые основаны на разных экстрактах растений Вот вытяжки водорослей и так далее То есть как бы есть разные варианты Ну в принципе все они достаточно подходящие Но со стимуляторами роста Со стимуляторами роста даже корневой системы Нужно всегда быть тоже осторожным Потому что здесь правило кашу маслом не испортишь Абсолютно не работает Если мы переборщаем со стимулированием Мы можем только навредить У нас может корневая система казаться Что расти активно Но сам будет расти не то что нам нужно То есть в корневой системе очень важно Вот именно рост корневых волосков Чем их больше тем лучше Тем корневая система более развита А если мы можем переборщить со стимуляторами Роста той же корневой системы То у нас как бы вроде бы взрыв корневой системы будет Но будет расти совершенно не то что надо И наоборот растение мы можем даже загубить Поэтому обязательно здесь мы уже соблюдаем инструкции Смотрим на любой стимулятор который приобретаем Всегда эти инструкции есть И лучше что называется Не докормить Чем перекормить это точно Лучше концентрацию чуть понизить Чем ее завысить Со стимуляторами это надо знать И работать более осторожно Вот в принципе простые приемы Которые позволят нам вырастить Достаточно коренастую рассаду И с хорошей корневой системой Нам обязательно Чтобы перед высадкой У нас корневая система заполнила Всю емкость В которой выращивается рассада Поэтому тут тоже емкость Надо подбирать Следует подбирать такую Чтобы именно корневая заполнила ее До момента высадки Не надо делать так Что у нас настолько большая емкость И корневая система заполнила только ее часть Что при пересадке мы разумеется Ее будем очень сильно повреждать Поэтому всегда добиваемся Чтобы к моменту высадки У нас корешки были везде То есть мы перевернули горшочек И корни что называется Заполнили весь объем этого горшка Это очень важно И конечно важно Чтобы при этом корневая система Имела вот именно большое количество Корневых волосков Для этого она должна быть молодой То есть светлые молодые корешки Если мы выбираем слишком маленькую емкость Мы именно плохо Как-то неправильно что-то делаем Кормим и так далее И тому подобное То у нас может конечно Корни заполнены быть Весь объем всего горшочка Но корни могут быть старые Уже такого ржеватого немножко цвета Это уже тоже не есть хорошо То есть молодых корней там значит Очень мало Очень мало корневых волосков И соответственно Приживаемость такой рассада Будет тоже очень плохой Но это мы даже по внешнему виду Можем сразу резко увидеть Потому что у нас начнут отмирать Нижние листья у такой рассад Вот пожалуй на этом сегодня все До свидания До скорых встреч